Книга «Открытым оком», 15-й том, тема молитвы, вопрос 2955. Я слышу на каждом собрании у вас после литургии в трапезной, как люди встают и просят о чем-то помолиться. Кто основной из тех, кто молится? Или каждый как может? И когда будут известны результаты? И как узнать тем, кто молился? И как это может быть долго? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Второй график, что она иногда и в воскресенье работает. Это очень хорошее дело. И вот теперь начинает исполняться молитва с учетом на воскресенье. Начальство делает аттестацию сестре и повышает ее. И она уже сама составляет график. И воскресенье ее свободны. Но с начальницей отношений еще более ухудшаются. Ибо неверующие очевидно кажется, что ее могут убрать, а на ее место поставить нашу сестру. Мы далее продолжаем молиться. Встает брат и просит помолиться его напарники на работе. Тот на нашего брата лютует только за то, что он христианин. Но у брата этот недостаток скользящий график. И он пропускает воскресное богослужение. А графики начали молиться недели раньше. А тут и гонение. Не ответ ли это на молитву, чтобы брат был выдавлен и начал устраиваться на другую работу без нарушения воскресного святого дня. Вечной субботы новозаветной. В Потеряевку приехал священник отец Александр. Но у него крупно не заладилось с общины и с его папостом. И он просил помолиться о нем. Прошло неполных три месяца, как мы начали о том молиться. И я всегда просил Господа Бога показать, что за человек Александр. Ныне уже почти все капустные листья с него сползли. Он уезжает из деревни. И далее я вижу его смерть и уход из православия в харизматическую прорву сектантов. Работать не хотел, молиться не хотел, смиряться и советоваться страшно не желал. А любил уезжать к своему духовному отцу, лютому врагу наших миг и нас, отцу Александру Лузину из Красноярска. Результат не заставил себя ждать. Отец Александр приезжал к нам по заданию разрушить общину или скрывался до времени. А теперь снова впадет в пьянство. Да и не закатился вы в блуд. Иоанна 16.23. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите отца во имя мое, даст вам. Иакова 5.16. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усилена молитва праведного. Марк 11.24. С чем вышли? С чем пришли все подсчитать? Приобретение, потери перегримов. Епископ дал добро, стоит его печать. Придите хоть до самого Дарима. Смеется дьявол, дыму напустив, поизвратив слова о благовестии. Загаживают лесополосы, кусты, тысячелетия бредут, стоят на месте. А если бы подвое, да побрось, вооружили всех библейскими стихами. Пошли в жару, в пугру, в пургу, в любой мороз и цельну благословясь пахали. Представить досконально невозможно, какие души семьи возродились. Табак, наркотики изъяли на таможне и трупами бы гати не мостили. Ценить бы каждый шаг и часть минуты. Всем проповедовать о милости Господней. Вопросы, нерешенные распутаться, делать каждого на благовестие годным. Где крестный ход, чтоб там и гибель стен, упрямых извергов и их ерехонов. Добыть победу и явиться с тем, к божественному, тресвятому трону. Пусть тысячи ценителей крестов ранитут до вершин и до окраин. Знакомят клейников с Учителем Христом. В гостиницу свезут, кто был грехом и заранен. 12 января 2006 года. Игнатий Лапкин.